Привет, с вами Каска. Наконец-то вышел Marvel's Spider-Man. Кто-то хвалит оптимизация, кто-то нет. Но я считаю, что работает очень даже достойно, не считая DLSS, потому что с ним явно есть проблемы. Присаживайся поудобней, я тебе расскажу, как можно слегка бустануть FPS, а также избавиться от лагов и фризов. Но перед этим, минутка полезной интеграции. Ты знаешь, что такое калибр? Не-не-не, не то, что у тебя в штанах, а в разы больше. Калибр это бесплатный онлайн-шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как в PvE миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, Рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем параметры, переходим на экран и графика, режим окна, ставим полный, экран, разрешение экрана. По дефолту оставляем по соотношению к твоему монитору. Но вдруг, если система у тебя очень слабая, можешь поставить разрешение 1280x720. Да, картинка будет супер ужасная, но в основном FPS бустится где-то в 1.5-2 раза. Вертикальная синхронизация. Тут, конечно же, по желанию. Масштабирование. Честно признаюсь, я делаю разные тесты с разным способом масштабирования. И, как по мне, они почему-то не работают. Допустим, то же самое DLSS. Вроде как и дает буст, но такой мизерный, около 5 кадров. Если я ставлю, допустим, максимальная производительность, то вообще ничего не меняется. Картинка становится в разы хуже, а FPS все тот же. Это связано с тем, что видеокарта по DLSS, либо FSR, или еще один этот новый способ, она попросту не нагружается. В моем случае 50-60%. Если я отключаю масштабирование, то в основном, во многих сценах, моя видеокарта загружается на 80-95%. Что, собственно, и дает мне около 90-100 кадров. Поэтому, если у кого-то и работает DLSS, мы его включаем. Если у тебя видеокарта 2070 Super, либо RTX 3060 Ti, тогда ставишь DLSS качество. Если у тебя 2060, 3050, уже ставишь баланс, либо производительность. Если у тебя видеокарта OTMD, либо GTX, тогда включаешь AMD FSR 2.0. Это новая версия, которая работает в разы лучше своей прошлой. Как многие отмечают, в ней меньше мыла, больше производительности. Мы делаем то же самое. Ставим либо качество, либо баланс. Все зависит от видеокарты. Если видюха сильно слабая, тогда ставишь, конечно же, максимальная производительность. А допустим, включая динамическое разрешение, в принципе, можно, но я считаю, не нужно, когда есть AMD FSR. Сглаживание. Если же у тебя видеокарта более мощная, тогда отключаешь способ масштабирования и сглаживание ставим на DLAA. Тестировать любые другие, тем более отключать, лучше не стоит. Картинка становится прям супер ужасная. Переходим на графика. И здесь нас встречает, на первый взгляд, большое количество настроек. А с другой стороны, они не сильно влияют на FPS. По крайней мере, это в моем случае. Это первая игра, где я меняю настройки графики, особенно тени, а FPS-то не меняется, стоит на месте. Что влияет на FPS лично на моей системе? Это качество текстур. Кушает порядка 2-3 кадров. Для средних ПК я рекомендую ставить среднее качество текстур. Для средних ПК и выше, допустим, там 1080p, 360p и так далее, ставим, конечно же, высокие. Фильтрация текстур. На FPS никак не влияет. Ставим смело либо 8x, либо 16x. Качество теней. Этот параметр очень странно работает, потому что иногда он влияет на FPS, а в некоторых тестах не влияет. Я лично выбрал для себя баланс, чтобы там ничего не выдумывать. Это ставим на среднее значение. Если у тебя ПК слабый, то ставишь очень низкое. Потому что тени, особенно в городе, а город здесь, это все, будет кушать очень много FPS. Затенение фонового света. HB AO Plus кушает много кадров. Там что-то около 5-10. Это разница между HB AO и отключить. Если разницу мы берем между отключить и SSAO, то она буквально там 2-3 кадра. Это и то максимум. А картинка становится более приятной. Поэтому ставим, я считаю, SSAO. Для более слабых систем, конечно же, отключаем. Отражение в экранном пространстве. В моем случае на FPS никак не влияет. Поэтому я оставляю включенным. Трассировка лучей. Насчет этого я расскажу, скорее всего, в следующем ролике. Потому что нужны еще тесты, чтобы убедиться, как оно и что работает. Потому что все очень странно в моем личном случае. Возможно, это связано с пираткой, хотя навряд ли. Но могу сказать быстренько. Если у тебя RTX 2070 Super, 3060 Ti, тогда можешь включать, ставить высокое, высокое и на 4. Как я считаю, это самый лучший баланс. Если ставить очень высокое, иногда можно это сделать. Но чаще всего в замесах у тебя будет FPS падать ниже 40. Ну, точнее, где-то 45, может 50. Детализация. Кушает много кадров, около 15-20. Поэтому ставим либо очень низкое, либо низкое. Это для средних систем. Если ПК более мощный, ставишь среднее, либо высокое. Я лично оставляю на низкое. Трафик, херафик, хейр и так далее. Оставляем все на высокое. Если кушает FPS, то около одного кадра. Качество погодных эффектов. Ставим на среднее, потому что кушает FPS. Для слабых систем, конечно, ставим низкое. Глубина резкости, ореолы, блики, аберрация, виньетка. Все это оставляем на высокое и включаем. На FPS, еще раз повторюсь, то же самое, как и с этими английскими словами. Если влияет, то 1-2 кадра. Эффект скорости по желанию и эффект зернистости тоже по желанию. А вот поле зрения очень интересная штучка. Допустим, у нас вот на нуле 70 кадров. Да, вот средних стабильных 70 кадров. Если мы ставим плюс 25, у нас будет около 55-60 кадров. Если же мы, наоборот, хотим бустануть FPS, тогда ставим минус 25, и у нас будет плюс 15-20 кадров сверху. Картинка, конечно, будет слишком близко. Я думаю, так мало кто захочет играть. Но при желании, если слабый комп, можешь поставить, допустим, от минус 15 до минус 5. Какие-то 5-10 кадров можно выиграть. Я лично наставляю на нуле. Мне так более привычный, мне так больше нравится. Настройки у нас получаются как-то так. Для слабеньких компов, еще раз повторюсь, мы можем поставить, допустим, текстуры низкие, тени тоже очень низкие. Затенения отключаем. Детализацию ставим очень низкую. Тут ставим все на среднее значение. Качество погодных условий ставим низкое. Это у нас пресет для более слабых компов. А, ну и фильтрацию текстуры можешь тоже убрать, допустим, на 2x. А согласно только применить эти настройки и залететь в Windows. Для того, чтобы сделать быстренькую и небольшую оптимизацию твоей системы. Поистоок, настроили графику в игре. Мы качаем архив по ссылке и описание и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 2 папки, приложение MSI Utilv3 и схема питания. Давай сначала откроем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать. pkm на пуск. Windows PowerShell Administrator. Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем, закрываем. Нажимаем поиск. Пишем панель управления, электро питания, показать допсхемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Если у тебя игра в стиме, открываешь стим, библиотека. Представим, что это у нас спайдермен. Нажимаем pkm, свойства, локальные файлы и нажимаем обзор. Если же у тебя пиратка, либо игра из EGS, принцип тот же самый. Нам нужно просто зайти в папку с игрой. Здесь мы находим приложение SpiderMan. Нажимаем pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ok, применить и ok. Если вдруг у тебя начались проблемы с игрой, тогда убираешь галочку с оптимизацией во весь экран. Теперь нам нужно скопировать путь к самому приложению. Нажимаем pkm, копировать, поиск, пишем настройки, графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. Иногда в некоторых играх это увеличит производительность. Мы же нажимаем обзор, вставляем наш путь. Далее приложение SpiderMan нажимаем добавить, параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Нажимаем pkm на пуск, диспетчер, устройств. Находим системные устройства, опускаемся чутка вниз и ищем высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключаем это устройство. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar. Если он конечно же есть, если его нет, тогда пропускаешь этот пункт. Нажимаем настройки, создание клипов. И обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Теперь сделаем быстренькую настройку твоей видеокарты. Если у тебя видеокарта от Nvidia, нажимаешь pkm на рабочем столе, панель управления Nvidia. Переходим на регулировка настройки изображения. Ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. То есть ползунок весь влево. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь мы находим GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Опускаемся немножко вниз. Находим частота обновления твоего экрана. Выбираем высшее, доступное. Размер кэша шейдеров. 10 GB. Режим низкой задержки. Отключаем. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Опускаемся в самый низ и находим. Фильтрация текстуры качества. Ставим высокая производительность. Фильтрация текстур анзотропной оптимизации. И трилейной оптимизации. Мы обязательно включаем. И нажимаем применить. Переходим на настройки Surround. Настройки Physics. Здесь мы выбираем нашу видеокарту. Это при том условии, если наша видеокарта мощнее, чем процессор. Если вдруг начались проблемы, то ставишь на авто. Выбор. И нажимаем применить. Если же у тебя видеокарта от AMD. Открываем наш архив. Настройка видеокарты. Нас интересует папка AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты. То есть, какие функции включить и какие функции отключить. В нашем архиве находим MSI-Util V3. Нажимаем PPM. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет выбираем High. И нажимаем Apply. Теперь сделаем активацию твиков реестра. Для этого открываем папку Twiki Reестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как сделать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PPM слияние, DVR2, PPM и слияние. Как мне писали люди, что отключение Xbox Game DVR бустит около 15-20 кадров. Отзывчивая систему PPM слияния, сетевой тротлинг PPM слияния и системный приоритет тоже PPM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза LKM, либо через Enter. Да-да и окей. Заходим по ссылке в описании на мой Discord сервер. Далее комната оптимизации. В закрепе у нас здесь есть, так сказать, пост, как вернуть файлы реестра. Мы качаем бэкап и делаем, по сути, такую же самую активацию. То есть бэкап системный приоритет, бэкап отзывчивая систему и DVR 2 и 1. После этого нажимаем поиск. Пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем галочку включенной. Записи. Все, что здесь у тебя будет, все это отключаешь и ставишь самое минимальное значение. Переходим на Xbox Game Bar и тоже обязательно выбираем галочку. Далее нажимаем главное. Конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь нам нужно обязательно отключить это Xbox и Xbox Game Bar. Ну и по желанию можешь подключать все остальные ненужные фоновые приложения, которые ты не используешь, либо используешь, но очень-очень редко. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься, если не высоким FPS 100, по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч. До встречи.